Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Я поздравляю вас с первым днём весны! И это на сегодня наилучшая новость, кроме той, что сегодня Максим Скрябин будет проводить вебинар «Измерение аналитикового обучения». Я рад здесь видеть знакомые лица, но между тем все равно познакомлю вас с той информацией, которая размещена в самом начале нашего чата. Итак, там размещено 4 ссылки. Первая из них ведет на нашу главную страницу, страницу Директ-Академии, и на ней размещено расписание до конца нашего учебного года. до конца июня. И можно зарегистрироваться на любой вебинар. А вебинары, напоминаю, у нас бесплатные. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал в YouTube. И по этой ссылке сегодня вечером, я надеюсь, будет размещена уже запись сегодняшнего вебинара, который уже тоже ведется. А вообще всего у нас там более 400 записей вебинаров размещено. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсы. И там наше предложение об обучении. Всего представлено 10 курсов, на которые можно прийти. И, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которые можно будет приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара. Ну и традиционно уже в конце чата даю ссылки на три следующих мероприятия, которые состоятся уже на следующей неделе. Итак, 4 марта в понедельник в 12 часов по Москве Владимир Наумов проведет вебинар опять про качество Е-курсов и электронного обучения. Тема неисчерпаемая, на мой взгляд. В 12 часов 5 марта во вторник Константин Леонтьев, наш юрист, юрист компании Директ Медиа проведет свой вебинар «Электронные учебные издания как объект авторского права». Ну и, наконец, 6 марта в среду, обращаю ваше внимание, в 15 часов наша постоянная ведущая и автор одного из курсов, который будет запускаться в апреле, Марина Орешко проведет вебинар «Визуализируй это. Инфографика статичная и динамичная». Я надеюсь, что Марина также расскажет нам о своем курсе, который, как я уже сказал, должен состояться в апреле. Ну что ж, на этом мое вводное слово закончено, и я хотел бы передать слово Максиму для проведения сегодняшнего вебинара. Максим, прошу. Добрый день всем. Скажите, видно, слышно? Отлично. Здорово. Сегодня вебинар будет посвящен измерениям и аналитике в обучении. Тема для меня довольно близкая и интересная. Ну, вообще, я по образованию, я... Да, здравствуйте, Алексей. По образованию математик, но потом я перешел в область образования. Сейчас я работаю, с одной стороны, старшим аналитиком данных обладательной платформы Stepik, и с другой стороны, я также старший научный сотрудник в Институте образования Высшей школы экономики. И поэтому как раз то, что связано с данными об обучении, да, то есть как их получать и как их использовать, это как раз то, что мне очень-очень интересно. Давайте немножко с Вами познакомимся. И наиболее такой интересный способ знакомства – это, конечно, спросить Вас про Ваши интересы. Да, если Вы разрабатываете какой-то курс, скажите, какова в нем цель обучения? Евгения, а презентацию хорошо видно? С ней проблем нету. Слушай, мне кажется, что важнее, чтобы презентация была. Вадим Николаевич сделал это. Ага. Формирование соответствующих компетенций или их частей, зажечь слушателей новыми идеями, передачи дознаний. Ну а расскажите просто конкретно с Вашей тематикой, чтобы я примерно представлял, да, какие у Вас предметные области. И что такое цель обучения вообще, да, то есть как Вы ставите цель обучения в Вашем курсе? Если Вы еще не разрабатываете курс, подумайте на тему того, что если бы Вы начали разрабатывать курс, про что бы он был и какова в нем цель. Повышение квалификации медиаработников, разработка учебного контента, методика обучения иностранного языка. Здесь Вы сейчас рассказываете про тематику курсов. Формировать навык, работать с группой, работать со сложными детьми, разработка тестов по широкому кругу дисциплин. Хорошо, давайте тогда сейчас просто, ну, несколько замечаний про цель обучения, что первое, цель обучения должна быть выражена в поведении или действии учащихся, да, передать знания, это не цель обучения, это цель преподавания. То есть это должен быть какой-то там глагол, да, глагол действия и какой-то объект, который совершается с помощью этого глагола. Плюс к цели могут быть добавлены еще различные там критерии качества и условия выполнения, да, то есть когда там цель обучения есть. Ну, вот познакомить учащихся с учебным материалом, да, оно тоже не является, как бы, целью обучения, да, потому что здесь основной ответ должен быть вообще, что поменяется в учащихся, да, что они будут делать по-другому, да, то есть после того, как они изучат этот, ознакомятся с этим учебным материалом. Продавать продукты по корпоративному стандарту продаж. Да, то есть это вот как раз хорошо, да, то есть потому что у нас есть там продавать продукты, это как раз сама цель, да, и есть некоторые критерии качества корпоративный стандарт продаж. Вот. И чтобы упростить жизнь, да, то есть есть вообще такой вот конструктор цели обучения. Кто-нибудь пользовался этим конструктором уже до этого? Напишите, пожалуйста, плюс, если пользовались, минус, если не пользовались. Сейчас. Да, то есть в основном минусы. Да, но сам конструктор довольно интересный. Сейчас я, да, конструктор цели. Я сейчас в чат скину ссылочку на него. Тут у меня лишняя буква M попадает почему-то при копировании, да. И видно, что там есть ну, различные вкладки, там есть уровни цели, содержание, ресурсы, результаты группы. Я не случайно открыл здесь вкладку результат, да, то есть это вообще говоря, как мы можем вообще ну, замерять цель, да, то есть достигнутая или нет, да. То есть один из способов это как раз проверять результат, да, который в итоге. И вот к вашим целям, да, то есть которые вы до этого писали, как вы узнаете, что учащийся достиг этой учебной цели? Что вы тогда сделаете, да, то есть какими способами вы будете измерять достижимость этой цели? Татьяна Викторовна, ну, например, ну, как пример цели, да, если, например, для магистров, да, то есть у них есть обычный курс по методам исследований и тогда они могут там писать, ну, после там прохождения этого курса они могут написать там план там исследований, ну, то, что называется пропозал иногда, то есть это по-разному производительности от перевода. Ну, соответственно, да, то есть у этого еще плана исследования есть какие-то критерии проверки, да, например, что там обзор литературы, да, соответствуют какие-то стандартные качества, там, методологии и так далее. Но это, конечно, цель, как бы в результате прохождения какого-то курса. Александра Михайловна про... То есть не обязательно на экзамене писать планы исследований, они могут подготовить до этого, а на экзамен, например, защищать его. Ага, то есть уже начались способы, да, как бы проверки, да, то есть это assessment center, опросы. Все знают, что такое assessment center? Ну, это центр оценки, да, когда в течение, там, довольно продолжительного проработка времени, обычно, там, несколько часов, дается различные варианты заданий, проверяются те или иные, там, знания, умения, компетенции. А для тех целей, которые вы до этого сформулировали, как вы будете проверять, что эта цель достигнута учащимся, то тут как раз то, что цель должна выражаться в виде поведения или деятельности учащихся, как раз очень важно для того, чтобы измерять, да, достижимость. Екатерина Александровна уже пишет про повышение результативности продаж, но это уже немного дальше, да, это уже про то, что произойдет после того, как, там, например, учащийся научится работать согласно стандарту продаж, и уже потом это уже эффект на бизнес. Чек-лист обслуживания клиента по корпоративному стандарту, вот как раз вот Кристина пишет как раз измерения именно учебной цели, да, то есть с помощью чек-листа. Знание теста, мнение, проектное задание, знает тему, прекрасно ориентируется в материале. Вот, а как вы узнаете, что он действительно знает тему и прекрасно ориентируется? Элементарно я спрошу. То есть, по сути, это, ну как, устный экзамен, да, то есть это беседы, там, ну, делать, ну, скорее всего, беседа будет. Вопросы, да, там, типа теми. Вот, и я написал в некоторый список вообще, как вообще можно проверять, это не обязательно, ну, как видите, тут в списке в этом многоточие, я, наверное, в каких-то моментах остановлюсь. Да, компьютерные тесты тоже можно делать, и это, как бы, один из распространенных способов, но он не единственный, да, то есть моя цель сейчас показать, что тестирование это всегда, ну, хорошо, да, то есть есть какие-то способы, как вообще разрабатывать тесты, есть специальная наука, которая называется астология, вот, но вообще говоря, если мы говорим про обучение, да, можно использовать и другие форматы, там, виды заданий, вот, вы уже сказали, например, про там, устный экзамен, да, это очень близко, ну, это, конечно, не интервью по компетенции, но это очень близко к какому-то формату интервью, то есть ответы на вопросы. Павел Борисович, очень хороший вопрос, пожалуйста, задайте мне его в конце вебинара, я тогда попробую вам ответить на него. Потому что как раз я сейчас этим и занимаюсь. Первый формат, да, это тестирование, и здесь, ну, я, что тестирование, здесь очень важно, что у него есть какие-то составляющие, составляющие, да, что первая составляющая, это сама инструкция к тесту, да, здесь это пример из ПИЗа, это, ПИЗа, это программа для оценки умений для школьников 15 лет, это международная программа, наверняка, может быть, слышали вы уже до этого. то есть первое, это инструкция, и потом задается, то есть это общая инструкция, то есть в нее входит еще и сам вопрос. Следующее, это сам формат ответа, здесь вы видите, что это формат со свободным выбором ответа, то есть человек должен вписать сам ответ, иногда есть какие-то варианты ответа, вот, но в данном случае здесь как бы используется свободный выбор ответа, потому что можно довольно легко определить вообще какой ответ правильный или какой нет. И то, что указано слева, это то, что видит непосредственно тестируемый, тестируемый, да, которого тестируют, но также еще у тестов есть дополнительная информация, то есть первая, это схема, как оценивается, здесь, ну, один либо ноль, то есть верно-неверно, ну и девять, если там ответ пропущен либо отсутствует. И плюс еще есть какая-то мета-информация, которая вообще используется при разработке тестов, да, то есть, например, что оценивают, что оценивают, да, то есть данное задание и почему оно это оценивает, это очень важно потом для проверки, там, ну, содержательной экспертизы, да, то есть валидности и так далее. И если мы говорим про рекомендации по составлению, их на самом деле очень легко найти можно и в интернете, и у меня есть некоторый список, и на сайте, там, в справочном центре Степика выложены они, ну, это точно, потому что я их сам писал тогда, правда. Вот, и есть много литературы, то есть про то, как вообще правильно составлять тестовые задания, я очень советую книгу Аванесова «Композиция тестовых заданий». Там, на самом деле, очень много примеров и принципов вообще в разработке тестовых заданий, но в целом рекомендации по составлению можно разделить на две большие группы, то есть первая группа это то, что снижает когнитивную нагрузку, дело в том, что если, например, у вас текст тестового задания очень большой, но его тяжело читать, то в этом случае получается, что, ну, что вы нисколько измеряете, например, именно там предметное содержание, например, вот было там предыдущим, там, связанное там с переводом часов, да, это вот про математику, сколько, ну, например, там объем кроковременной памяти, да, что насколько человек может удержать вот этот вот большой кусок информации, да, то есть для того, чтобы правильно ответить на вопрос. И второе, как бы, рекомендация поставления, это учитывать поведение учащихся при ответе, дело в том, что, ну, зачастую, если учащийся не знает правильный ответ, он пытается как-то угадать, и различные, и различные, ну, как бы подсказки, то есть для угадывания, оно, на самом деле, просто искажает, ну, само задание, ну, например, если где-то есть там согласование, там, вроде, если есть где-то какие-то совсем нелепые варианты ответов, да, то есть это все на самом деле идет только в минус, да, то есть при разработке тех или иных тестов и заданий. Вадим Олегович, да, пишет, что это не снижение нагрузки, это фокус тестирования на предмете измерения, а не на других умениях. Но в данном случае я не вижу сильного противоречия с тем, что я сказал, то есть понятно, что вы не можете при тестировании снизить вообще когнитивную нагрузку, потому что он все равно должен отвечать в рамках предмета измерения. Но вы можете снизить ту нагрузку, которая к предмету измерения не относится. И плюс еще есть две важные характеристики, связанные почти с любой измерительной методикой, это надежность и валидность. Надежность показывает, что если мы, даем какую-то методику и потом, например, даем ее еще раз, то у нас результаты не сильно отличаются. Валидность показывает то, что мы измеряем, действительно, то, что мы получаем летать измерения, то есть это действительно то, что направлен сам тест. Ну и пример есть, к сожалению, сейчас я не добавил слайд, но тогда расскажу просто на словах, что есть, например, задача арифметическая, которая связана с различными единицами измерения. Ну, допустим, там единицы измерения, которые древнерусские, там, аршинь, сажинь и так далее. То есть я не думаю, что все сейчас тут помнят вообще, сколько там аршинов в сажине, но если вы дадите задачу такую на проверку математических способностей, то скорее всего вы будете проверять не только это. То есть вы будете еще проверять какие-то дополнительные знания, и такое задание будет просто невалидным в этом случае. Более подробно я советую читать, ну, есть простые, то есть это непонятное дело, что не все книги, которые связаны с цитологией и психометрикой, но там очень хорошо расписано вообще понятие, что такое процедура измерения, что такое надежность, валидность тестов, и я, конечно, всем советую книгу, которая посередине, да, Ферр Бакарак, психометрика введения, потому что она достаточно доступно написана. Вот, и также можно посмотреть книгу Шмелева практическая тестология, и несмотря на то, что это стандарт тестирования персонала, который был опубликован еще в 15-м году для обсуждения, вот, там тоже есть очень много про то, как вообще относиться к тестам, то есть, как проверять, хорошие они или нет, как пользоваться, как вообще проводить процедуру тестирования и так далее, то есть, это в целом довольно полезное знание, если вы будете в дальнейшем использовать тестирование, да, то есть, в своих курсах. Но, как я сказал, что тестирование не ограничено, то есть, есть вообще очень много других форматов задания, следующий формат это, ну, свободный письменный ответ, либо эссе, здесь, если не ошибаюсь, это примеры, ну, это не ЕГЭ, это, по-моему, ОГЭ, да, что, но важно здесь, хотел бы подчеркнуть, да, что если вы делаете там свободный письменный ответ, да, понятно, что у вас должна быть четкая инструкция, то есть, вообще, со самого задания, да, что у вас должны быть потом рубрики для оценивания, либо по-другому критерия оценки, но часто забывают про это, хотя это хорошая практика, да, что помимо, ну, особенно, если мы говорим про онлайн-курсы, да, что вы можете также еще к заданию, еще показывать примеры плохих и хороших работ, чтобы учащими все было понятно, вообще, как его работа может быть дальше оценена. есть уже вопросы, да, я чуть-чуть попозже тогда будет, ну, когда пройдет, пройдет, наверное, блок, я тогда чуть-чуть попозже отвечу, хорошо? Следующий формат, это вот как раз ближе к тому, что чем я теперь буду заниматься в высшей школе экономики, это баскет-метод, ну, это один из вариантов, как называть, то есть, по сути, это способ, ну, когда разобраться специальным образом онлайн-среда и по поведению в этой онлайн-среде измеряются какие-то характеристики учащегося. В данном случае приведем пример из ПИАК, ну, это вот тоже международное сравнительное образование, но оно единственное, что, в отличие от ПИЗы, которая направлена на школьников там 15 лет, ПИАК направлен на людей от 18 до, по-моему, 60 лет, если я не ошибаюсь, то есть, это вот как раз для взрослых. И один, как бы, из направлений, да, то есть, который измеряется в рамках этой программы, это решение задач в технологически насыщенной среде. И как раз, ну, вообще, на самом деле, такой метод, он часто как раз используется для, как раз, решения задач, для проверки аналитических способностей, вот когда у вас есть, например, вы можете смоделировать, что есть у вас электронная почта, что есть у вас несколько писем, потом в результате там прочтения различных там писем в этой электронной почте вы должны принять какое-то решение, то есть, таким образом измеряются аналитические различные способности. Пример здесь, который на слайде указан, да, что это пример про поиск работы, и нужно просто дальше там перейти вот по ссылочкам там для каждого сайта и проверить действительно ли этот сайт связан с поиском работы или нет. Вот, и вообще, это направление становится все более и более популярным, как раз для, как раз как-то специальным образом создается цифровой инструмент, и в зависимости от того, как люди ведут себя внутри этого инструмента, то есть, оцениваются их там какие-то характеристики. Так, Мария Михайловна, в целом, это не только про учебное заведение, хотя больше, наверное, будет фокус и про это, хотя, ну, вы сейчас увидите, что там будут примеры и для бизнеса, то есть, корпоративный тоже. Вот, вот как раз это пример, как раз, который больше используется как раз в корпоративном обучении, это кейс-тест, либо по-другому называется институционный тест, то есть, здесь у нас тоже есть, что такое кейс-тест, это когда, ну, дается некоторая ситуация, в данном случае, это как раз то, что там, не укладывается в срок, то есть, это вот наша ситуация, да, то есть, это наш кейс. И, опять же, то есть, в зависимости от форматов, можно, как бы, да, и задание здесь оценить эффективность каждого действия, оно может быть, например, там, каждое действие, то есть, эффективно, либо неэффективно, ну, там, обычно малоэффективно, либо очень эффективно, и возможные варианты действия. Вот, но форматов кейс-тестов тоже быть много, иногда, например, просят ассортировать возможные варианты, то есть, зависимости по степени эффективности. иногда просят вы быть наиболее эффективной, наименее эффективной, то есть это тоже зависит от того, как у вас устроен ситуационный тест. Но это как раз, если вспомнить, например, таксономию Бума, такие ситуационные тесты, они уже как раз используются для уровня, вот как раз оценка, который считается самым высоким, потому что мы говорим уже тут про эффективность действия. Да, потому что оценка там может быть согласно внутренним критериям и согласно внешним критериям. Здесь как раз у вас нет внешних критериев, вы должны внутренне использовать, которые сводят в зависимости от того, как вы выучили учебный материал. Дальше еще один пример, который редко, не часто используется в обучении вузовском, но в корпоративной оценке очень часто используется. это наблюдение за поведением, особенно, когда мы говорим про компетенции. В отличие от обрывательной среды, академической среды, в корпоративном обучении компетенция определяется как успешное поведение, то есть для успешного выполнения работы. Да, про автоматизацию очень много будет. Вот, и здесь как раз, когда мы говорим про поведение, да, то есть должна быть карта наблюдения, да, то есть, ну, в данном случае, это, например, примеры индикаторов. И это, на самом деле, я помню, когда я сам проходил курс по методам исследования, то ну, нам говорили, что как раз научное наблюдение отличается от жительского тем, что в научном наблюдении всегда есть карта наблюдения. То есть вы не просто смотрите, наблюдаете, но еще как-то структурированно фиксируете. И второе, да, то есть и второе, да, то есть связано с тем, кто вообще будет наблюдать, да, то есть, ну, это оценщики, ассессоры, наблюдатели, можете по-разному называть. То есть они должны все-таки быть как-то обучены, да, то есть работать и с картом наблюдения, и какие-то, знаете, примеры, да, то есть, ну, то есть чтобы, как бы, различать, да, то есть где действительно, например, ясно, четко структурировано излагается своя точка зрения, а где, на самом деле, такого нету. То есть это зачастую достигается каким-то дополнительным обучением оценщиков, потому что все-таки так как это экспертная оценка, есть какая-то доля тут субъективизма, и чтобы ее снизить, как раз это обучение и проводится. Да, я вижу, что тут уже появляется в вкладках вопросы. И еще один пример, это интервью по компетенциям. Есть модель, которая называется Star, она тут приведена, вот здесь вот, Situation, Task, Action, Result. То есть ситуация, задача, которая была поставлена в рамках этой ситуации, действие, которое было предпринято, и результат, в котором эти действия были приведены. И здесь, когда у вас есть интервью, то есть у вас тоже должен быть план интервью, в данном случае это бланк. То есть здесь, на самом деле, если посмотрите на пример, к сожалению, на английском, но мне просто очень нравится сам этот бланк, потому что здесь указано и само название компетенции, это фокус ориентации на клиента и какие-то ключевые индикаторы, то, что написано Key Action здесь. И здесь указаны также список вопросов, которые задаются. И что очень интересно, тут еще добавляются еще так называемые дополнительные вопросы, если, например, при ответе на вопрос человек, с которым проводится интервью, например, говорит, что мы, команда, сделали то-то, то-то, то есть тут нужно говорить о том, что конкретно вы это сделали. Если он, то есть это вот как раз про Action, да, если он, например, пропускает ситуацию, то, опять же, можно его спросить, да, то есть, например, тут написано, там, напишите ситуацию, когда у вас это было. Александр, я думаю, что потом будут презентации, вы вообще, вы можете скачать презентацию в ресурсах сейчас. Там все ссылки эти есть. Вот. Там. Это вот как раз еще один пример, да, сейчас давайте, если есть у нас небольшое время, да, то есть я попробую ответить на вопросы как раз по инструментам измерения. Так. Как автоматизировать проверку недорешенную задачу? Какие наработки есть в этой области? Не очень понял, что значит недорешенные задачи. Если это имеется в виду задание с открытым типом, да, какие-то, ну, некоторые наработки здесь есть, ну, больше всего, именно если говорить про проверку эссе, это различные вот компании, которые администрируют языковые тесты. Ну, например, самый, наверное, такой известный пример это ETS, который TOEFL администрирует. Понятно, что у них там очень много связано там с проверкой эссе. И у них даже есть продукт, который называется E-Rator, который с помощью машинного обучения уже там несколько десятилетий, да, проверяет автоматически эти эссе. Если людей более 10 тысяч, как измерять именно умения, а не просто знания, какие есть инструменты? Ну, то есть здесь как раз вот я уже сказал, да, что есть вот как раз вот этот подход, то, что я до этого говорил как баскет-метод, да, то есть, но здесь именно можно смотреть, как вообще люди работают в такой вот онлайн-среде. Ну, в частности, например, у нас в центре мониторного качества образования в высшей школе экономики есть инструмент, который проверяет ИКТ-компетенцию. И там, например, одно из заданий, там нужно составить там презентацию. То есть там есть, ну, понятно, что там не PowerPoint, а какой-то более всеченной версии, да, то есть у вас есть какой-то чат, да, то есть где обсуждается, какая должна быть презентация, и вы должны уже непосредственно сделать, да, внутри вот этого инструмента саму эту презентацию. И как раз вот одна из задач, то есть это маяк будет, ну, который я буду в ближайшее время переходить, это автоматизировать вот этот процесс проверки. Так, как оценивать абстрактные знания с помощью тестов? Павел Борисович спрашивает. Здесь, ну, если я правильно понимаю, то как раз вот играют теорем, да, и прочее. Но здесь первое, нужно понимать, на каком уровне вам нужно оценивать знания, потому что обычно, если договорим про тесты, то либо это понимание, ну, запоминание редко, это либо понимание, либо применение. И в зависимости от этого вы разрабатываете те или иные задания. так. Какие автоматизированные инструменты для замера умений и навыков, так как замеры по средствам человек-человек слишком длительны по времени, если спорить экспертов, либо не валидны, так как я частично ответил про автоматизацию. Какие есть правила и стандарты для выделения метрик, по которым сможем оценить качество обучения? Вы сможете приглашать источники информации для изучения этой темы, помимо указанной литературы и курса по исследованию. Ну, мне кажется, что если мы говорим про качество обучения, то здесь подход, который еще был от Кирпатрика, модель Кирпатрика, да, и там просто есть сейчас обновленная модель, там как раз используется, ну, большее количество метрик, например, на первом уровне, где реакция при результате обучения, там не только измеряется удовлетворенность, но еще, например, направленность, то есть, что действительно я планирую там это все применять в дальнейшем. Ну, и там еще есть несколько характеристик. Просто посмотрите, ну, новая модель Кирпатрика, New Kирпатрик модуль. Почему когнитивная нагрузка при тестировании должна быть низкой? Если само обучение такое, что когнитивная нагрузка увеличивается, например, задается ситуация многозадачности, так, я просто сейчас не буду зачитывать полностью вопрос, что здесь следует различать не вообще когнитивная нагрузка должна быть низкой, нет, я говорил про то, что дополнительная нагрузка, ее лучше избегать, потому что вы, по сути, в этом случае измеряете не то, на что тест направлен, тем самым снижаете его валидность. Но, если мы говорим про многозадачность, то это уже другая ситуация, и тут, конечно же, вы можете использовать необязательно тесты для того, чтобы развивать многозадачность и другие характеристики, связанные с этим. Мария Михайловна все-таки про критерии проверки и метрики и выделения чуть-чуть уточните вопрос. Вероника Валерьевна спрашивает, какие ограничения используются, чтобы предотвратить возможность обмана системы при тестировании? Ограничения. Я, конечно, не большой сторонник таких ограничений. Понятно, что одно из таких сильных способов это вообще ограничить число попыток до одной, и там, соответственно, нельзя будет угадывать. Но, вообще, вот этот обман системы при тестировании есть целое научное направление, как выявлять такое жульничество. Там используются тоже какие-то довольно интересные способы, связанные с машинным обучением, но есть и какие-то очень простые примеры, например, если у вас задание, например, тест на 20 вопросов, решается в течение пяти секунд, и это как-то странно выглядит, причем правильно решается. Здесь уже какие-то временные характеристики тоже можно использовать, но они не единственные. Марина Викторовна, хороший вопрос, все ли действительно ввезет вопросы? А, ну да, вы же задаете вкладку questions, поэтому я думаю, что все видят. Павел Борисович, имеется в виду недорешенная математическая задача, а, понятно, тогда вопрос, ну, с математическими задачами чуть сложнее, да, потому что все-таки в математике там есть и формулы, и какая-то логика, которая за ними стоит, да, и там еще набирать тяжело, вот, это все-таки не текст, вот, и честно, я вот сразу так вот не скажу какой-то какой-то инструмент, который проверяет именно математические задачи на корректность, но я подумаю про это. В перспективе, наверное, такой инструмент будет, потому что тема автоматическая такая статья теорем она развивается, распространена, есть еще там автоматическая проверка доказательств, которая проще реализуется, и как раз мне кажется, что в этом направлении очень много интересного можно делать. А, спасибо, тогда я буду зачитывать вопросы, спасибо, что сказали. еще один вопрос, какой процент правильных ответов в тесте оценивается на 2? Это очень такой непростой вопрос, да, это как раз связано с выделением как раз процента отсечения, да, что вы, ну, сейчас попробую ответить, на что, на самом деле, ну, процент правильных ответов, он, на самом деле, не очень хорошая характеристика, потому что у вас вопросы, ну, сами тестовые задания могут разными быть по сложности. И если мы говорим про, там, психометрику, да, про современные теории тестирования, то там используются более, ну, другие подходы, которые используют уже не проценты правильных ответов, по-другому называются иногда сырой балл, а уже какие-то измерения скрытых характеристик, например, там, уровень знаний. А вот именно сопоставить, что там прошел, не прошел, да, то есть, тестирование или нет, это уже отдельная задача в рамках этого подхода, да, потому что вам всегда нужно понимать какой-то еще внешний критерий, да, что если человек проходит тестирование, то какими там умениями он обладает. И такие подходы тоже есть, но вот просто сказать, что, например, 60% это зачет, ну, 60% и выше зачет, а все, что ниже, не зачет, так делать нельзя. Но, к сожалению, так делают. Так, такие емкие вопросы. Меня скажет конкретно с людской поископатикам знакомы, а с приземлением есть вопросы, когда речь идет об очень большом количестве людей, знаний, которые здесь как раз про эффект обучения, как мне понять, по каким критериям метрики и когда делать замеры того, насколько у человека этот инструмент строился в работу. Исключаем личное наблюдение, исключаем наблюдение других людей. какие есть еще способы померить, как понять, по каким критериям я могу этот навык измерять. Ну, в случае таких ограничений у вас остается либо самооценка, либо какие-то данные и системы, когда действительно человек использует этот инструмент, но это просто уже нужно посмотреть журнал действий в какой-нибудь корпоративной системе. Про данные я чуть-чуть попозже еще скажу. Но я не смогу вам сказать именно какие данные, потому что это довольно абстрактный вопрос. Потому что это зависит от того, какой инструмент. То есть, как вообще планируется, что человек изучил этот инструмент, как он будет его применять и где фиксируется то, что он применяет этот инструмент. Скорее всего, каких-то артефактов корпоративных это будет фиксироваться. приходилось ли работать с external graders в VDX? Какие у них есть ограничения? Мне не приходилось. если честно, не так как я работал в Stepik я на других муковских платформах вообще не приходилось работать. У нас в Stepik тоже есть external graders. Я представляю, как он работает, но конкретно сам я не разрабатывал. давайте сейчас еще чуть-чуть и пойдем дальше. Да, давайте я все-таки предлагаю писать вопросы в общий чат, но если я не ответил в ходе изложения, просто копируйте вкладки questions, тогда просто в конце уже отвечу постараться. Как выстраивать модели компетенции, как все это упаковывать в цифровую модель, как выставить систему оценки. Это очень емкие вопросы, я боюсь, что в рамках вебинара я не отвечу, потом вы можете написать мне на почту, я думаю, что так будет лучше. Иван, привет, я тоже рад видеть. И вообще, если мы говорим про общий подход, связанный с аналитикой и с данными, то хорошая схема выглядит примерно следующим образом. Сразу скажу, что это какой-то некоторый идеал, к которому стоит стремиться, потому что жизнь вносит свои коррективы, сначала вы определяете цель обучения, то, что должно измениться у учащихся в поведении или действиях, потом для этой цели обучения вы разрабатываете средства измерения, как вообще определяете, достигнут эту учебную цель или нет. И только после этого, когда у вас есть средства измерения, вы начинаете разрабатывать учебные материалы. Вы знаете, что по факту не всегда так бывает, причем согласно многим методологиям, учебные материалы разрабатываются с конца, то есть вы берете последнее занятие и разрабатываете его, то есть потом предыдущее, предыдущее, предыдущее. И в результате такого дизайна обучения у вас появляется какой-то курс, то есть после прохождения этого курса у вас появляются данные об обучении. Здесь очень важно отметить то, что ваш дизайн обучения тесно связан с тем, какие данные у вас в результате обучения будут генерировать. И потом, и второе, что важно еще также от этого еще зависит то, как вы будете интерпретировать те или иные данные, потому что если, например, у вас обучение связанное с социальным взаимодействием, что у вас например есть групповые дискуссии в социальных сетях, в группах например, то высокая активность в них это в целом нормальное состояние, потому что вы тем самым и должны при таком подходе генерируется должно очень много именно этих данных взаимодействий учащихся между собой. Но если у вас более такой академический подход, больше трансляционный, то вообще говоря, такая активность не будет высока. синий стрелка указана, это про то, как данные обучения могут использоваться для изменения средств измерения, для улучшения их качества, для проверки надежности, валидности. И второе, это для изменения учебных материалов, то есть именно про то, как вы развиваете те или иные знания и компетенции. И честно скажу, по своей работе мне кажется, что вот это обратные стрелки это самое сложное, что есть на определенной картинке, потому что получая те или иные данные, нужно еще понимать какие-то основы педагогического дизайна, то есть как вообще реагировать на эти данные. Например, у вас какого-то учебного модуля очень много уходит учащихся, что нужно сделать, чтобы этот уход был меньше. Мария Михайловна, я чуть-чуть побольше, тогда уже в конце вебинара отвечу на ваши вопросы. Но если нигде не фиксируется, тогда вы никак не сможете использовать эти данные. Значит, нужно подумать про то, как фиксировать, использовать факты использования инструмента. И далее, что если мы говорим про данные об учащихся, то есть такие четыре группы, что мы можем собирать от самих учащихся. Это классификация, если не ошибаюсь, еще идет от Кэмпбелла, которая была одним из основоположников теории тестирования. Я ее сократил аббревиатуру как слот. На самом деле, эти буквы можно по-разному переставлять, но мне как-то так проще запоминается. Первый тип данных это данные самоотчетные, то есть это то, что сами чаще всего говорят про себя. это различные интервью, опросники, различные результаты, самооценки. Второе это как раз связано с тем, что они генерируют, то есть это некоторые события из жизни учащихся, из поведения учащихся. Сюда входят данные связанные с полом, возрастом, потому что это связано с событием рождения и другие социально-техниографические данные. Но помимо этого сюда входят различные поведенческие данные внутри какой-то системы. Например, если есть журнал событий, сюда входит время ответа, то есть это то, что действительно есть, что генерирует учащихся в процессе обучения. Третий тип связан с наблюдателями, то есть это на самом деле данные, которые дает обучающимся кто-то другой. Что это может быть результат наблюдения, это может быть оценка в том числе и преподавателя и учителя, это может быть и взаимная оценка, когда учащихся оценивают друг друга. Это как раз следующий тип данных, это связано с наблюдателями. Но последний это тесты, в широком смысле, это когда специальные люди, которые разрабатывают тест, либо какой-то другой инструмент оценки, и в результате мы получаем за счет методологии разработки мы получаем какую-то оценку уровня умений или знаний учащегося. у каждого из этих типов данных есть свои достоинства и недостатки. Они по-разному могут применяться в учебном процессе, но так как сам учебный процесс это вообще обучение, образование, это разные вещи, но сейчас можно сказать, что это вообще очень сложная система, сложный подход, то и зачастую используют разные типы данных обучащихся. Однако я не устаю повторять эту фразу, что к сожалению зачастую данные в процессе результатов обучения они не собираются, а накапливаются. Что очень нечасто когда в чем разница, потому что если мы говорим про сбор данных, то есть какая-то цель, для чего мы это собираем. Что если мы хотим улучшить удовлетворенность учащихся курсом, либо улучшить инструменты измерения, чтобы улучшить, либо сопровождать дополнительными рекомендациями. Зачастую к сожалению у нас есть какие-то учебные задачи связанные с целью обучения, с учебными материалами и в результате просто какие-то данные накапливаются, но не всегда понятно вообще как потом использовать для как раз вот этих обратных стрелок, которые были до этого указаны. Так, и последний блок, который я сегодня хотел рассказать, это немножко про учебную аналитику, да, потому что вообще эта тема как раз и связана с тем, как вообще данные об обучении собирать и использовать для решения различных задач. Есть разные подходы к классификации задач, когда может быть использована учебная аналитика, но я выбрал три таких больших темы, то есть первое это связано с анализом учебных материалов, второе это с поведением учащихся, и последнее это с рекомендациями. Про учебный материал, что когда-то уже давно, ну, когда-то давно, уже несколько лет назад, как раз проверяли тестовые задания у нас на платформе Staping, и было здесь два таких критерия, то есть первый критерий это сложность, но здесь я думаю понятно, что если чем больше люди ошибаются, тем сложность выше у задания. Вторая критерия, вторая характеристика заданий тестов это дискриминативность, по-другому называется различительная способность. Что это такое, что если вы берете например тест целиком, в данном случае это были баллы по курсу целиком, и берете людей, которые хорошо прошли тест, там обычно верхние 25%, либо иногда 30%, в зависимости от методологии, и вторую группу вы берете те, кто плохо прошел тест, это такие слабо подготовленные учащиеся, и для этих две группы вы сравниваете как раз как бы сложность этого задания для вот этих двух подгрупп. Если она одинаковая, то разность показывает, она будет близка к нулю, это значит, что это задание очень плохо различает эти две группы. И в зависимости от этих двух характеристик можно всю область сложность и дискриминативность можно разделить на три зоны, что красная, желтая и зеленая. Это более-менее классический светофор. Красная это как раз ситуация, когда задание очень плохое, либо у него отрицательная дискриминативность, это как раз вот эта составляющая, то, что ниже нуля. Что это значит? Я такие задания называю горе от ума. Это значит, что вероятность, ну точнее, что сильно подготовленные учащиеся обычно хуже отвечают на это задание, чем слабо подготовленные. Например, они ожидают какой-то подвох и начинают просто выбирать за счет этого неверный вариант. Другой пример здесь плохих таких красной зоны это вот эта зона связанная с тем, что задание очень сложное, но имеет очень маленькую различительную способность. То есть это сильно подготовленные и слабо подготовленные учащиеся примерно одинаково отвечают на такое задание. В целом, такие задания тоже не рекомендуются. Ну и дальше тут еще есть желтая и зеленая зона в зависимости от того, куда попадает то или иное задание, то есть он применяется по сути приоритет, то есть либо мы исключаем это задание, либо очень честно перерабатываем. В некоторых случаях могут быть технические ошибки, когда при размещении задания онлайн правильный вариант ответа указывается неверно. То есть это тоже такие ситуации можно даже автоматически анализировать и отлавливать. здесь еще не указана одна зона это вот сверху вот эта составляющая но я специально не брал не указывал дополнительный цвет но обычно вот в эту зону которая имеет высокую сложность и высокую дискриминативность попадают олимпиадные задания то есть они как раз очень хорошо то есть они непростые зачастую сложные и они различают как раз сильных наготовленных и слабо подготовленных так сейчас тогда я чуть-чуть отвечу в чат про аналитику через какую систему можно такую аналитику провести в данном случае если мы говорим про сам подход достаточно выгрузить ответы учащихся такую матрицу ответов заданий учащихся и там соответственно будет 0 неправильный 1 неправильный и даже можно в Excel посчитать если знать как это посчитать есть проект который как раз какие-то метрики считает хотя не уверен что там считается дискриминативность но я его тоже упомяну это курсометр сейчас скину ссылку в чат да вот эта картинка которая здесь на слайде это конечно я сам считал на основе данных степиков фактическая сложность дискримативность измеряется в современных LMS сложность точно измеряется иногда просто ее определяют как доля учащихся которые верно ответили на задание но мне кажется что это наоборот легкость это в обратную сторону из единицы там вычислить я определяю что чем сложнее тем процент правильных ответов меньше Вадим Олегович нет это именно легкость как антоник сложности как происходит начальная кастеризация на слабую сильную группу учащихся но обычно это берут первую треть и последнюю треть либо иногда берут первые 25% и последние 25% в зависимости от итогового балла хорошо да ну вот пример задания которые действительно имеют хорошую среднюю сложность и такую хорошую дискриминативность попадает в зеленую зону так что видно что она довольно лаконична но это задание с несколькими вариантами правильного ответа у меня есть еще скриншот с не очень хорошим заданием но я сюда его не вставлял потому что все таки наверное не очень хорошо будет катер этого задания точить я все таки не успел вот но в плохом задании там просто каждый из этих текстов занимает там несколько ну то есть сама инструкция занимает там несколько предложений да и ответы варианты ответов тоже там довольно большие предложения здесь кстати при разработке тестовых заданий очень важно понимать ну что эксперты могут очень хорошо знать предметную область но именно при разработке заданий они стараются правильный вариант ответа как можно там четко и правильно написать но при этом неправильный вариант ответа они пишут довольно сжато за счет этого получается что у вас в тесте у вас ну как бы что можно руководиться логикой да что чем наиболее подробный вариант ответа тем он более вероятно что правильный то есть это на самом деле не очень хорошо для теста да что так проще угадать правильный вариант и поэтому разработчик тестов он как раз как-то выравнивает эти варианты да чтобы они были ну например там чтобы это были одни существительные да чтобы там было согласование да чтобы не было каких-то других подсказок да Вадим Олегович спасибо за ссылку тоже себе сейчас сохраню следующий пример так как мы можем использовать данные обучающихся это анализ поведения учащихся ну в широком смысле да здесь пример приведен вообще с процентом ухода ну потому что так как я работаю на платформе там открытых онлайн курсов то конечно процентом ухода это одна из таких важных характеристик да чтобы заинтересована платформа в том чтобы больше учащихся доходило до конца курса и здесь можно увидеть что есть два последних урока на платформе и вот есть вот такие проценты ухода что здесь видимо что-то не так в самом контенте дальше после того как мы определили по метрикам какие-то такие узкие места то мы уже смотрим более детально с точки зрения методики с точки зрения дизайна обучения что вообще можно здесь улучшить ну и последний довольно распространенная тема связана с адаптивным обучением с рекомендательными системами как раз про то как можно использовать данные для того чтобы рекомендовать учащимся более подходящий учебный контент например подходящий их текущему уровню знаний качество примера здесь блок схема это как раз цикл адаптивного обучения он близок к адаптивному тестированию но тут содержательно чуть-чуть отличается что изначально если у нас есть предварительная оценка умений мы используем ее если нет тогда в процессе обучения мы собираем какие-то данные обучающимся после этого выбирается какой-то подходящий учебный контент подходящий здесь связан как бы как с тематикой так и с текущей связанной с оценкой умений дальше мы администрируем этот учебный контент и смотрим как вообще учащийся отвечает работ с этой учебным контентом да например если это какое-то задание как упражнение как он его выполняет и после того как мы посмотрели собрали данные об этом мы пересчитываем нашу оценку умений и которая потом в будущем уже повлияет на повлияет на выбор следующего учебного контента но критерий завершения здесь он связан с тем какого уровня учащийся достиг то есть обычно если говорим про адаптивное тестирование там нам важно измерить очень точно то есть повысить точность изобретения то есть как можно лучше в случае обучения нам зачастую критерий завершения это чтобы уровень был ниже чем какой-то установлен нами согласно некоторым стандартам так у меня небольшой резюме связан с со схемой что сначала это очень хороший такой процесс в плане последовательности что у вас есть какой-то курс то вы определяете цель обучения проверяете создаете инструменты как вы определяете учебную цель потом смотрите учебные материалы которые ведут к этой учебной цели то есть они развивают учащихся и как раз сами данные обучения в зависимости от целей инструментов и учебных материалов они могут потом дальше использоваться для улучшения так я основную часть закончил да мне удалось уложиться в час если что вот мои контакты если есть в фейсбуке то можете меня тоже добавить туда если на что напишите что вы были на этом вебинаре чтобы я понимал что как раз вы пришли с этого вебинара и поинтересуетесь этой тематикой я сейчас готов буду отвечать на ваши вопросы сейчас пожалуйста тогда так если что вот мой фейсбук что меня это на более оказывается оптимальный способ так сколько надо человек провести через курс чтобы статистика по качеству частей курса стала достоверной ну сложный вопрос вот например если мы говорим про тестирование то там конечно рекомендуется не меньше 200 человек но тут очень сложно сказать именно про качество частей курса то что иногда например если мы говорим про какой-то теоретический материал то там достаточно там может быть уточнить там ну например там 10 человек но потом вы после того как они изучили теоретический материал вы лично с ними беседите пересчет оценки умений после того как так можно еще раз уточнить что такое пересчет оценки умений ну смотрите если мы говорим про адаптивное тестирование либо адаптивное обучение то у нас есть какая-то оценка умений учащихся и как раз после того как учащийся выполняет либо не выполняет задание то в этом как бы зависимо от того там если выполняет то скорее всего наша оценка она увеличится да если не выполняет она уменьшится то есть в данном случае пересчет как бы делается следующим образом понятно что есть специальные формулы причем они не такие уж простые но они есть так попробую какими более сложными чем классическая модель раша подходами к адаптивному тестированию вы сталкивались маркерские процессы например я с очень многими разными подходами сталкивался ну помимо модели раша который классическая модель раша есть более такие продвинутые подходы связанные с байсовской психометрикой там очень похожи конечно и на там ну то есть они как это тоже ART Item Response Theory но все-таки там уже такие ну более такие интересные способы как бы как реализовывать адаптивное тестирование маркерские процессы встречаются в отслеживании знаний но это больше все-таки не про тестирование это про как раз обучение то есть это то что понысленно называется Intelligent Tutoring System это как это интеллектуальные системы преподавания если на русский перевести но в целом это то что связано с адаптивными тренажерами так как раз используется байсовская отслеживание знаний еще есть как бы подход который как раз мы будем использовать точнее мы это уже используем но будем улучшать это связанно с байсовскими сетями я сразу скажу что как я понимаю Павел Борисович с математическим образованием поэтому если что я просто тогда уже можете написать мне мы можем более детально это обсудить обратная связь обучения как измеряется да про обратную связь обучения я сейчас не спрашивал не рассказывал но дело в том что я уже упоминал до этого модель Кирпатрика который очень хорошо в корпоративном секторе что там есть несколько уровней на котором оценивается обучение в целом что я про оценку качества обучения я все-таки не так много фокусировался в рамках этого вебинара потому что это отдельная тема и как раз на первом уровне то есть обратная связь она собирается для того чтобы понимать реакцию учащихся по результатам обучения так следующий пример расскажите пожалуйста как в ративной системе например можно зафиксировать факт применения знаний от типов мотивации по Герчикову например не ну здесь нужно идти от того как он изменил свое поведение скорее всего это какой-то должен быть чек-лист который потом используется чтобы мы смотрели как используют разные типы мотивации этот человек по отношению к другим людям так Алексей спрашивает что хотел что хочет задать вопрос лично мне ну тогда напишите мне на почту я думаю так будет удобнее да Вадим Олегович правильно сказал про число учащихся да что может и 20 человек достаточно но тут на самом деле здесь всегда есть баланс между точностью измерения и имеющихся ресурсов но если например 20 человек то зачастую у вас там лучше работают не количественные методы а качественные методы то есть это тоже может быть часть аналитики потому что все таки мне кажется что основная задача аналитики это делать более прозрачными другие другие процессы в том числе и для принятия решений как организовать работу с железом если готовый физический набор интегрируем системы тестирования павел борисович к сожалению я мало что могу сказать про работу с железом и про готовый физический набор перспективе мне кажется что здесь очень перспективным подходом связаны с дополненной реальностью потому что у вас есть какой-то материальный мир чтобы работать с железом и потом с помощью системы дополненной реальности вы как-то оцениваете что вы собрали в нужном порядке эти части ну да про схемотехнику пожалуйста если есть еще вопросы то задавайте спасибо спасибо Продолжение следует... Здесь еще один вопрос, каково соотношение тестов к классическим заданиям должно быть. Но опять же, здесь нет какой-то цифры в плане процентов, здесь очень сильно зависит от того, какая у вас учебная цель, на каком уровне вы ее измеряете, в зависимости от уровня вашей учебной цели, например, в профессиональной Блума это запоминание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. В зависимости от этого у вас есть тот или иной инструмент измерения. Если говорить про книгу Блума, то для последних двух уровней там нет тестов. Там просто есть примеры заданий для оценки каждого из этих уровней. Так, как я понимаю, вопросы закончились. Если будут еще вопросы, пожалуйста, пишите. Спасибо вам большое за участие в вебинаре. Павел, тебе слово. Максим, огромное спасибо. Сегодня удалось провести замечательный вебинар. Было большое количество вопросов и активности в чате. Спасибо всем, кто пришел. Сегодня пришли самые интеллектуальные наши слушатели. И вообще последние три наших вебинара были не для всех, а для очень сильно интересующихся. И я рад, что вы к нам приходите и на такие вебинары тоже. Я вас всех поздравляю с первым днем весны. Желаю вам хороших выходных. И напоминаю, что Директ Академия это вебинары каждый день. Приходите на наши вебинары на будущей неделе. Всего доброго.